Для такого листочка набрали на всю кисть зеленую красочку и сразу макаем кончик кисти в желтенькую. Секретами мастерства делятся с девятиклассниками преподаватели профессионального училища номер 130. Второй филиал городской библиотеки пригласил учеников школу номер 2 на экскурсию по музею. Здесь выставлено более 500 работ выпускников училища по специальностям резьба и роспись по дереву. Экспонаты этого музея в прошлом году гостили в нашей библиотеке и жители читателей нашего филиала библиотеки номер 2 оставили очень большое количество отзывов, книги отзывов, поскольку они даже не предполагали, что дети могут производить такую красоту. Этот филиал библиотеки и училища сотрудничают уже два года, приглашая детей на открытые уроки и тематические вечера. Сегодня ребята знакомятся с различными видами росписи и резьбы по дереву, узнают о технике росписи в разных стилях и о символике знаменитых орнаментов. Это мероприятие очень важно. Для поступления в наше профессиональное училище мы агитируем именно такое население, как девятый класс. Катя уже определилась со своим будущим. Она хочет поступать в школу полиции и жалуется, что времени на творчество совсем не хватает. Я бы к жилю позанималась. Мне нравится сочетание цветов. Красиво. Не только посмотреть, но и самим прикоснуться к красоте получилось у школьников благодаря преподавателям училища. Во время мастер-класса никто не сидит без дела. Ребята узнают многое о мезинской росписи, которая пришла из Архангельской области. Раньше в таком стиле расписывались прялки, а сейчас любые предметы быта. Алена рисовать очень любит, но работать по дереву до этого дня не приходилось. Просто на бумаге он как-то не очень так смотрится, а вот на дереве лучше. Настоящие художники росписи по дереву почти не пользуются карандашом для наброска. Студенты училища проходят этот вид графической росписи только на втором курсе. А девятиклассники из второй школы на своем первом мастер-классе. Для них это несложно, потому что там начальные элементы используются в мезинской росписи на основе капельки дуги, завитка. Поэтому птичка это несложный элемент считается. Ребята рисуют акриловыми красками, которые не обязательно покрывать лаком. Некоторые уже придумали, как применить новые навыки в своей повседневной жизни. Есть младший брат, которому часто надо давать некие уроки и помогать с уроками. С братом отжимает? Ребята проходят обучение на художнику росписи по дереву за два с половиной года. И уже на первом курсе они могут раскрашивать подносы в разных стилях. У меня же за 20 минут получился вот такой симпатичный магнитик с мезинской птичкой. Елена Цифаркина, Владимир Безлепкин, Мария Барсукова. Новости города.